Специалисты предприятия «Зеленбуд» распространяли восемьскую очистку Могилёва от старых и небеспечных древов. С начала года в областном центре их спиловали, когда тысячи мобильной бригады выезжают в разные кутки города, даже по передних замовах, а лес працевать оперативно отремливается не за все. К обращистить территорию от старых древов по улице Гришина, что в микрорайоне техноприбору Могилёве, специалистам «Зеленбуда» треба подрихтовать пляцовку. Территория, хотя и городская, а лес сюды прознапруженный график группы трапляют нечасто. Тому некоторые древы зусим высохли и стали небеспечными. Вердикт один – спиловать. Есть у нас специально человек, который ездит, смотрит за деревьями, потом подают на горе с полком, горе с полком выносит решение, и согласно решению горе с полкома мы приезжаем и сносим деревья. Так сами мы ничего не делаем. К вам обращаются местные жители еще, может быть? Они обращаются, но покуда бумаги у нас нет, мы никаких работ не производим. Однако наводня глядяши на дозвол, домовица с жахарами отрымливается не завсёды. И тут специалистам приходится проводить яшейт-лумачальную работу с насельництвом. Запылнивают, что без разбору сякера не працует. Галлоны – герой отшистки, старые древы с дуплом, молодые раскидистые под электролиниями. Принцип отбора працует и с кронированием. Косметичную стрыжку проводит для липы, каштана, клену, а вось дуб кронать нельга. Кронировку не нужно бояться, её нужно делать, потому что, допустим, вдоль центральных улиц мы видим, есть троллейбусные провода. Если не делать формовочную обрезку, это будет мешать. Есть освещение. Также, если деревья загучены, что мы иногда делаем в скверах, парках, пропадают газоны. Для того, чтобы росла трава, были красивые газоны, тоже нужно делать формовочную обрезку. С надыходом холода специалисты зеленбуду параллельно распочнуть и подсадку древа у планах, обновить городскую зеленину на 5000 саджинцу.